Вы знаете, поскольку упомянуты были «Бурановские бабушки», меня в своё время задачил совершенно Дробыш, когда я привёл ему пример творчества Александра Борисовича Градского. Градский сказал, он говорит, нет ни одного хита, у меня их 100. Вы можете как-то прокомментировать? Я, честно говоря, не нашёл, что ответить, потому что что такое хит? Что такое хит в системе координат лозы? Что является хитом? Вот смотрите, вот гимн Удмуртии, это party for every bar and dance, которые пели вот эти бабушки, не понимая ни слова из этой тарабарщины, он считает, что Дробыш, что он написал хит, что этот хит будет исполняться какими бабушками, кто его будет петь, когда и где в Бурятии. Что такое хит? Это песня, которая стала популярной и так далее. Вот я знаю, что у Высоцкого в таком случае миллион, ну, там, сотни хитов. Почему? Это песни, которые звучат, которые поют за столом. Скажем, у Висбора этих песен больше, чем у Дробыша, намного. Почему? Потому что это песни, песни Дробыша не поют, а песни Висбора поют везде. То есть, смотря что мы называем хитом. Песни, которые раскрутились по радио или по телевизору, которые были прокручены много раз, если называть это хитом, тогда мы опять начинаем переходить вот к чему, когда мне недавно был такой спор, все-таки вот количество лайков, может оценивать песню? Количество подписчиков, которые зашли на сайт и так далее, и так далее. Я говорю, вы знаете, вот я ответил на этот вопрос так, мне говорят, вот там у нас есть блогеры, у них там куча и так далее, вот самая-самая-самая, она пришла к нам на телевидение и так далее. Я говорю, смотрите, был такой осьминоп Пауль, он предсказывал результаты матча, у него подписчиков было больше, чем у этой девушки, поэтому тут говорить об этом смешно. Если вы хотите по лайкам, допустим, считать хит, то мне приходилось комментировать одну песенку, ее недавно она набрала миллиард просмотров. Миллиард? Да, миллиард просмотров. У песни, который, кореец-то этот спел, у него восемь миллиардов просмотров. А у той песни миллиард просмотров, она состоит вот из чего, человек сидит на самой игройке, на этой, одним пальцем тю-тю-тю-тю-тю, пен, тю-тю-тю-тю-тю, apple, тю-тю-тю-тю, тю-тю-тю, тю-тю-тю-тю, пен, apple, тю-тю-тю-тю, миллиард просмотров. Миллиард просмотров, он был такой, да. Поэтому если вы будете по этому определять хит, мне, допустим, вот этот хит, который спел этот кореец, я бы не писал этой песни, мне бы стыдно было за нее, а он набрал 8-10 миллиардов просмотров. Поэтому говорить о хите сейчас очень сложно. Система критерий оценки возьмите мне какой-нибудь. Песню «Плод» поют уже 35 лет, она звучит на каждой кухне, на каждом этом мне пишут, что она и жизнь спасла и так далее. Мне уже 25 человек написали, что они ее авторы. То есть вот эта песня живет своей жизнью. То есть когда у песни появляются еще авторы, значит это… Программа под названием «Достояние республики» взяла известную песню, прокрутила, сделала такую передачу, она голосованием народным победила однозначно, песня «Плод». И является она хитом? Безусловно. Но песен, уровня плота у меня там несколько десятков. Я как считаю, как профессионал. Хорошо сделаны, но они не были столько раз в эфире. Их никто не пустит. Мне Аксюта говорит, опять же, на «Донжер-канале», что ты там с одной песней ходишь и так далее? Я говорю, Юра, ты сделал все для того, чтобы народ слышал только одну песню. Это ж ты сделал. Ты же мне вырезал из программы «Давайте обедать». Это ж твои все дела. Понимаешь, ты говорю, когда вы мне не даете показать остальные песни, получается, что вроде как у меня их и нет. Я не могу их и где прокрутить. У меня песня написана про Новый год 15 лет назад. Она за 15 лет не попала ни в один из новогодних эфиров. Я приезжаю и говорю, ребят, ну включите меня. Ну хорошая же новогодняя песня, охренительная. Все говорят, охренительная. Она говорит, мы знаем. Ну что я могу сделать? Мне редактор говорит, что я могу сделать, если я тебя ссуну, я жду кого-то выкинуть. Они уже придумали новое название для старого названия, для старых названий новых песен. Они уже поменялись костюмы, меня сели в поезд, уехали в Белоруссию сниматься. И вдруг ты заявляешься с песней. Если Киркоров узнает, что у него будет не 20 песен, а 19, ты можешь представить себе уровень истерики? Из-за того, что какого-то лозу включили, он уже перья поменял, он уже все, он уже костюм пошил, уже все. И вдруг ему говорят, что будет песня только 19. Ты не знаешь, что будет, говорит. Ты что, охренел, Юр? Ну ты же, говорит, взрослый мальчик, ты можешь песню написать, ты можешь книжку написать, ты пьезу можешь написать, сценарий, ты все можешь. Да ты музыкант, ты встанешь, в переходе тебе подадут, ты сыграешь. А куда я его сейчас перестану показывать? Ну это аргументы же песни. Он же встанет в очередь за бесплатным супом, ты что, обалдел, что не елью, что ли, какая-то? Я говорю, ну конечно, пусть лучше поет, чем лапочки по подъездам тырить. Ну вот вы сказали, что есть у нас масса композиторов. Я, допустим, уже упомянутого Александра Борисовича Грацкого спрашивал, почему все время на «Голосе» проект «Голос» все время исполняют песни из англоязычного репертуара. Он говорит, у нас нет своего материала, у нас не сочиняют таких песен, которые можно представить. Почему вы смеетесь? Я же не знаю. Мне это кажется грустным. Александр Борисович – отдельный человек. Чего вы слушаете? Александр Борисович – это совершенно отдельная субстанция, он сам по себе. Вы когда у него работали в его этом зале, в Градский холл, вы пришли, он говорит, я вам все настроил, там все под меня. Я как начал ржать. Я говорю, Саша, елки-палки, то, что настройка под тебя, это, конечно, не подходит больше никому. Ты сделал так, что хуже ты сделать ничего не мог. Если бы ты ничего не трогал, мы бы успели. А так как ты успел все настроить под себя, мы сейчас будем в полном работать в таких условиях. У тебя голос оперный, у меня нет. Как можно под тебя настроить микрофон для меня? Ну, ты подумай сам. Твои критерии, твои оценки – это твои оперные оценки, твой оперный подход. Твое восприятие, голос. Как можно их вообще проецировать на остальную жизнь? Ну, смешно. Его мнение, Сашкин, смешно. А вы считаете, что он градский рок-н-ролльный человек? Его же называют отцом или дедушкой. Почитайте блог, почитайте блог Градского, и вам все станет. А у него нет блога. А вот потому я и говорю, что… Блог появляется, когда у человека есть что сказать. Если нечего сказать, а если все показать, он идет в Инстаграм. И показывает, как он там ест, вот тут показывает, там показывает, пломбу показывает, которую он сейчас делает, он фотографируется. Человек, которому есть все сказать, он идет и заводит блог, и начинает что-то говорить. Таких, кто говорит на нашей эстраде, процентов 5. Остальные показывают. Это такая афиша большая, может быть, из этого блога. Вот у Градского вообще нет блога.